как и в старое доброе время на заре нашей начала нашего волонтерской деятельности в харьков original film commission мы с миша опять ищем приключения на свою задницу до миша ездим по местам свежих прилетов и сегодня мы едем знакомая всем харьковчанам место тут небольшую паузу возьму интрига но я тебе скажу что парк не бывало пустой между я такой никогда не ржава ну смотри это тоже один из признаков войны да и вот уже первое место прилета до сих пор слышен запах гаря а ну друзья индейцам и орчеград не страшен он стал более брутальное вообще я так его и оставил наверно как память нам рассказали что со вчерашнего обстрела было около 30 попаданий на территорию парка горького пострадала одна женщина а вот прямо на этой аллейке по которой я иду я не знаю как это назвать у меня просто нет слов парк имени горького любимое место прогулок харьковчан и сейчас буквально возле каждой аллейки парка следы от снарядов следы от осколков сгоревшие строения и рядом совершенно чудесным образом весенние пейзажи безлюдного парка очень такое минорное настроение но тяжело мне как человеку как харьковчанину рядом смерть и жизнь красивейшие аллеи парка и рядом обгоревшие островы киосков поврежденные аттракционы как это совмещается как рашистами это совместилось в одной реальности в харькове а 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 меня разрывают противоречивые чувства чувство прекрасного чувство восхищения от парка которая харьковчане с любовью построили до войны и и чувство боли и печали какой-то трудно даже сформулируемой печали от того что я вижу от тех шрамов которые принесла с собой война ну наверное чувство прекрасного все таки больше на этих весах наверно все таки красота сильнее войны сильнее разрушений сильнее шрамов и это внушает уверенность в победе инф� вот это обучает которые которые fail com корот у Продолжение следует...